Давайте оточнём с начала. Задача это не вернуться к 16, 18 веку. Это не какая-то ритургическая экскавация. Но мы хотим сказать, что пуритане могут чему-то нас научить. Это сердце, посвящённое Богу. Глаза, уши, вся жизнь, весь опыт посвящён Богу. Пуритане были частью реформации. Пуритане нам это значит плыть против течения. И пуритане хотели избавиться от всего, на что не было благословим Богом. Баньян был обычным человеком, но он собирал 3000 людей, когда проповедовал в 6 часов утра. Христианская жизнь была такой прекрасной, как он описывал это. Такой богатой. Я хотел жить так. Я хотел проповедовать так. У нас сегодня слишком много пустой мотивационной проповеди. Ты можешь, ты можешь. Давай, вместе сделай это. Нету никакой глубины. Мы так далеки от глубины пуританы, посвящённости Божьему Слову. Это дар, который они оставили нам. В светском мире трудно вспомнить, что было время, когда люди были движены в богословии. Поэтому, когда я понимаю то, кем является Бог, я начинаю понимать то, кем я являюсь. Было много серьёзных, радостных христиан. Они знали, что в благодати не было ничего, что давало повод для греха. Они понимали важность понимания истин богословия, что богословие должно укорениться в их сердце, в их жизни. Если бы у нас был этот взгляд, нам не нужны остальные книги, которые говорят нам смотреть внутри себя, чтобы искать ответы. Потому что мы знаем, что это исходит от Бога и только одного Бога. Они понимали, что Бог везде. Всё касается Его, Он видит всё. И в результате самой большой проблемой в жизни был Бог, если вы не имеете мира с Ним. Сказать, что вы человек Евангелия. И потом не жить согласно Евангелия, индивидуально и в обществе. Это неправильно понимать спасение. И они видели эту радость, для которой мы созданы. И поэтому это истина, ради которой мы должны жить и ради которой мы должны уберечь. Если мы не готовы положить свою жизнь за истину Божьего Слова, не только мы не почитаем Бога, но также создаём препятствия для вечной жизни других людей. Хотите ли вы знать Христа в Священном Писании? Хотите ли вы, чтобы кто-то заботился о вашей душе? Познакомьтесь с пуританами. Пуританин. Вся жизнь, посвящённая Славе Божьей. 34 урока о жизни и биографии различных пуритан, жизни и учения различных пуритан. Я очень рад представить вам этот небольшой видеоклип. У нас есть документальный фильм, который называется «Пуританин». Он будет выпущен в июне. Вы можете сейчас получить такую коробочку. Там будет анкета. Вам нужно будет заполнить эту информацию, отправить её нам. И в июне вы получите пакет материалов за 90 долларов. Документальный фильм, который будет идти два часа. Там будет также книга «Видение воучения пуритан», которую я написал вместе с Майклом Ривзом. И потом 34 урока на более глубоком уровне, но по-прежнему предназначены для обычных членов церкви. Эти уроки написаны многими братьями, которые сидят здесь, в первых рядах, и многими другими авторами, которые являются экспертами в богословии пуритан. И также там есть учебное пособие, которое можете пройти. Это каждый из этих уроков 15-17 минут. Поэтому за вечер можно даже три пройти и вместе с церковью пройти, чтобы познакомиться с служением пуритан. И также посмотреть этот документальный фильм. Если вы сделаете так, и Дух Святой благословит ваш труд, я уверен в том, что когда люди начнут читать пуритан, и когда вы начнете читать пуритан, ваш уровень святости по Божьей благодати возрастет, и также это будет в вашей церкви. Мне кажется, это будет прекрасно. И это наша цель, предназначение этого пакета. Это самая низкая цена. Поэтому я рекомендую вам предзаказать этот материал. И мы надеемся, что в июне мы сможем его вам дать, и это будет благословением для вас и для ваших церквей. У меня также большая честь и привилегия поделиться с вами еще одной новостью, которая связана с этим. Два или три месяца назад Дэвид Уиллин, мой помощник, подумал, чтобы нам вместе с ним встретиться с Джоном МакАртуром. Это была его идея. И мы договорились, я был в Вашингтоне, и Дэйв прилетел, и мне нужно было улетать в два часа, а Джон МакАртур мог встретиться с нами только в час тридцать. Поэтому у нас было тридцать минут, чтобы предложить ему идею. Джон пришел в час сорок два, поэтому мне было восемнадцать минут. Я зашел в офис, я пожал в руку, я сказал, Джон, мне нужно сразу с тобой сесть и тебе сказать об этой идее. Хорошо, садимся. За семь минут я ему излил сердце и душу. Хочу, чтобы он был спонсором с самой большой пуританской конференцией, которая когда-либо проходила в этом зале, чтобы мы пригласили различных издателей, которые сосредоточены на пуританах, и помочь людям читать пуритан. И поэтому, чтобы это помогло тем попыткам редактировать трудный пуритан каждое предложение, чтобы обновить их стиль, язык, чтобы люди могли понимать, но не изменять содержание. Что ты думаешь? Я сказал Джону. Джон МакАртур посмотрел на меня десять секунд. Была тишина, и он сказал, я никогда не забуду три слова. Я полностью согласен. Поэтому 3 июня, с 3 по 5 2020 года, запишите, с 3 по 5 июня 2020 года, берите с собой целый автобус, если вы недалеко живете. Это будет конференция, посвященная богословию пуритан. И то есть… Афганистан на Медитутин Пуритан Вооружённый Университет афганистан на Пуран Реформ теориал. Это будет очевиденцией, Мы всегда целы не получили дурного gaugeа,